здорово бойцы на связи флэс продолжаю играть штурм 2 играю за советский союз против германии тут кстати парниша забыл парнишу вдруг забыл поставить юниты открытыми но в принципе мне на самом деле пофигу потому что у меня советский союз самый раскачанный из всех наций поэтому для меня это не беда у меня есть все юниты беда наверное для других ребят уже так ну классика жанра действия по своей уже хорошо проверенной схеме гранность сельхоз районе с центра но что может быть лучше камере для меня ну черт подери не кстати неплохо неплохо залетел самое главное это уничтожил пулеметчика грамма тут плохо кинуть очень плохо это никуда не годится так нехренне тут застраиваться честно скажу немножко провисает конечно тут ничего не попишешь так моих ребят сейчас будет убивать сосиси на причине взять давайте бронебочка для начала пт стрелка тоже для начала посмотри живи дружище просто живи не выжил ну ладно пусть пока так будет нормально нормально что у нас значит по флангам у нас чисто ну да бой сейчас будет происходить конкретно на центре принципе к этому готов это даже хорошо а ты кто блин по странной траектории всегда бегают ну кстати противник достаточно неплохо окружил ну вот так так может даже еще кого-нибудь убивать этой штукой ну вот тебя отлично люблю это делать честно говоря но для этого эта винтовка не нужна на мой взгляд ну это уже бесполезно так к сожалению у нас захватили наш флаг ох как это все яростно происходит да что ж так гранаты то у меня летят так сейчас вот что сделаем ну блин как всегда ну вроде нормально разобрался сойдет нас пригнали аскую штучку это хорошо потери конечно у меня большие никуда без этого никуда зря он кстати здание разбил ладно я беру красногвардейцев сейчас буду имя перед действовать и надо построить побольше мешков нет 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 не показывайся надо тогда подползти сейчас как можно осторожнее нет увидел наверное и отлично там уничтожен так что у нас здесь здесь нам чем не нужны красногвардюги сейчас будем так опять что-то камера шалит сейчас будем как-нибудь разбираться со всеми со всеми этими проклятыми это что у нас это манили какие-нибудь гастарбайтерами быстро нам построить скин так мне кстати отказывается слушать так ну там у них уже пулеметчиков полным-полно я кстати надеюсь что у вас не сильно отвлекают клики потому что наверное громкие стали потому что микрофон так он чувствительный так что ребята прошу прощения если прям сильно отвлекает ну сейчас будет братская могила полотряда такая пчелая ну не надо здесь обустраиваться так лично кстати спас наш танк еще одного красного этого гринадёра подбил вообще просто супер вот эту штуку мы уничтожили там иначе она нам ходу не даст мы его пленочек к сожалению подбили блин я не смогу так захватить флаг ребята честно нужна какая-нибудь хитрая воронка здесь либо нужен какой-нибудь танк давайте возьму навесной блин зачем у нас же уже здесь есть навесный танк сюда миномет пригнали ну зачем у нас столько всяких всяких техник я не понимаю пулемет пока что сюда переведу это вот сюда поставим так ну и ты ты потихонечку сюда подкадывайся да закидываем их кстати минометами всякими они тоже кстати взяли миномет ну скорее всего они конечно тут флаг уже все так я думал подбить чёрт придётся пожертвовать эх жалко пацана ну чё делать иначе мы бы потеряли какой-нибудь наш танк так тут ещё парочку ребят осталось надо бы разобраться разберёмся так танчик-танчик-танчик вражеский конечно это будет сложно но я попробую его подбить все-таки давай-давай отходи назад так ну наверно можно даже стартануть да как ну чёрт подери что это вообще было непонятно о да как я это обожаю как я это обожаю я не уничтожил танк я ничего не сделал ровным счётом ничего оооо здесь ещё началась ну держись парень чем-нибудь тебе сказать блин чёрт ничто мне не выживает ладно 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 возьму тогда сейчас наверное иисус 122 потому что нужен уже танк посильнее нет тут всё плохо давайте поможем вот этой штукой о отлично за это спасибо за то что танчик уничтожили так у меня пулемётчик то не выжил что ли а я же его сюда поставил ну там снайпер больше поэтому не вижу смысла так здесь танк готов ну да куда я заехал просто непонятно это бранденбуржцы а нет это отряд бронебойщиков к сожалению к сожалению но если мой союзник не сможет защитить флаг то всё просто зря давайте возьмем тогда еще один отряд красногвардейцев и всё пробую помочь им так мой бт7 надо бы его как нибудь выгоднее поставить а можно кстати прямо бт7 использовать для защиты флага стоп 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 кто-то фигню бы разнести пока она нас не разнесла и пока она меня бы не разнесла всё отлично больше она не потревожит всё прекрасно помогу тогда щас немножко бегут они скорее всего у меня уже всё блин дружище тебе бы это тебе бы пехоты здесь повоевать немножко хотя бы чуть-чуть так ну ладно продолжаю углубляться ну всё а на моей пехоте это у них появился небельвефер ещё и смерч и все на свете ну придётся брать какое-нибудь орудие для уничтожения чего-либо ну да немножечко путаница получается с юнитами ну сообразил что нельзя атаковать тракт сбить кстати пусть мой танк лупит вот сюда я тебе щас постреляю но сначала надо с мардером разобраться в принципе мардер не проблема да конечно не проблема сейчас я его не буду пробивать вот конечно конечно не пробивать мардера это надо научиться всё ну вот четвёрочка не пробивается под углом точнее тридцать четвёрочка поэтому я был уверен что я его разнесу так всё механизм уничтожен для стрельбы поэтому поэтому он попал он просто попал так а пока пусть мои красные гвардейцы продвигаются дальше всё кстати мой миномёт опять таки работает ну всё можно отваливать блин у нас здесь укрытия вообще никакого нету ну так сейчас тогда придётся сделать миномёт кстати уничтожен удобную вороночку нам какую-нибудь ну хотя бы такую где мой второй где мой второй такой нормально пойдёт сюда можно проболзать и попробовать может что из этого да выйдет так ещё один танк едет давайте устроим ему небольшой сюрприз тыловой уже не надо блин убили моего пацана снайпер где ж у них снайпер то ну да живётся нам крайне непросто так там есть такой очень здорово здоровский прострел если его найти вот как то так то можно очень даже неплохо заубить да вот он всё помолись всё больше он не подоспокоит давайте ещё это бью ах это пантерка ну всё хана мне давай двигай 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 телом выживай блин четверка жива что ли ооо слушайте ну я попал я здесь по полной попал так так отлично утроение ладно сработали так теперь смирча бы подбить ну видите как бы всё он сам себя подбил ой конечно кадр тот ещё так блин ну всё равно не получается почему то у нас так ладно я перебрасываю красного гордейца сюда потому что они мне нужны ооо не в этот раз убирайся отсюда я не знаю может мне ещё а ну всё теперь мне точно хана так может ещё штуга удастся подбить но не более того а может даже пантеру пантеру точно нет да и штуга точно нет ммм хотел пантерку но нет всё убили убили мрази к сожалению так что надо сделать нам срочно надо взять флаг про флаг я конечно понимаю что все уже забыли но надо что то уже сделать конце до концов ну видите в чём там вся проблема проблема в том что снайпер не мешает вражеский снайпер фиг даже с этими станками вообще пофиг мне не мешает снайпер не мешает снайпер взял откинул гранату вообще блин красота мои пехотницы в жизни так не сделают ну да вообще ничего не даю сделать сейчас тогда возьму су су-100 отлично о партизаны пошли эх жалко никакого танка нету подбил бы сейчас кстати мой союзик начал контратаку да молодец тут надо как раз таки давить а мой танк то ещё не до конца подбит может удастся починить су-100 здорово разберётся с пантерой а самое главное это доползти вот он вот он этот гадёныш чёрт ну ладно меняем планы ну зато я спалил этого ветерана снайпера ветеринара хотел сказать ща тогда разберёмся заряжаю сразу подкалиберный пусть он стреляет блин поздновато поздновато пусть тогда стоит и не палится всё починили сейчас надо прибить этого снайпера ну видите вот снайпера я об этом сколько раз уже вам говорил типа снайпер это бесполезный юнит ну как бы нет он как раз таки не бесполезен он очень полезен просто уманенно кинул и всё мы можем забыть про бражескую пехоту ну всё теперь у них нету снайпера теперь они могут позаботиться только об одном ну здесь просто надеюсь они правда забыли про снайпера было бы здорово сейчас попробую взять форт У-у-у, а у нас здесь Близскрик. Правда, сейчас поможет. Давай, родимые. Да, я это обожаю, ребята. Ну, давайте сначала вот этого смерчау и подобьем. Точнее, даже острень, да? Чтобы не было силы. Трак. Трак сбит, все, он не уйдет. Блин, а слева-то там че? Ну, шикарно. Меня на трак поставили. Кто меня на трак поставил? Пойдемте, по правому базу! Хух, пушка разворачивается. Да как так-то, а? Ну все, это хана. Если меня сейчас не поддержит союзник, это просто капец. Давай, давай, блин. Двигай, ну пожалуйста. Ну это трындец. Меня союзник жестко сейчас подставил. Ааа, ужас. Все, нет. Живу-живу. Капец, блин. Вот знаете, вот. За это я и ненавижу. За это я вот ненавижу советские танки. За то, что они ужасно недооцененные. Вот это вот СУ-100, видите, она не может уничтожить. Ни Штуга, ни никого-то там еще. Это просто жесть. Да что происходит-то? Куда ты разворачиваешься? Господи, что происходит? Лучше бы ИСА взял, ей-богу. Центр держим, но справа у нас просто жесть. Тут, тут играют два-двое. У нас там пехоты просто нет. Оу, достучался. Капец, сколько у них танков. Это просто жесть какая-то. Давайте, давайте, братцы. Давайте, братцы. Нам надо собраться. Чини, чини, родненький. Пушечку-то надо починить. Да разобрался уже давненько со всеми. Тут чини. Ну-ну-ну, когда контакт-то? Отлично, все, садись. Да не прошло и 90 лет. Все, больше здесь нет угрозы. Я заряжаю сейчас подкалиберный снаряд и буду разбираться с пантерой. Пантера не должна пробить СУ-100. Лично у меня это не получалось. Главное подъехать на ближнюю дистанцию и лупаннуть. Нет, пробило. Да, промазал. Взял и промазал. Конечно. Пушка сломана. Это жесть, ребята. Я просто не понимаю вот этой фигни. Еще и трак сейчас собьет. Ну, чините пушку, что еще могу сказать. А, нет, тут все-таки была какая-то фигня. Была. Ну, я не могу, ребята. Я не могу со всех сторон. Все, подъехали с У-100. Все это было бесполезно. Ну, все. Это хана. Это просто хана. Здесь танки немецкие. Здесь танки немецкие. Просто какая-то хрень происходит. Ну, в принципе, сейчас можно понадеяться еще на КВ. А если КВ не справится, то все. Это можно сказать привет полный. Потому что, ну, как вы видите, проблема все в том, что нас даванули справа. Союзник не смог защитить как надо. Молодец, молодец. Пять баллов тебе дают. А на карту надо, надо немножко, наверное, смотреть. Надо флаг защищать, а не танки мне давать. Типа на танк разбирайся сам. Ты правый фланг, главное, защити. Все. Поехал назад. Надо как-нибудь сбить флаг. Как это сделать, я не знаю. Еще один. Так, ну, башня подбита вроде, да. Башня подбита. Сустом мы сейчас починим. И, глядишь, шанс появится. Блин, не то взял. Не нужно мне этот спецназ. Черт, я хотел огнемечку взять и бить. Нормально. Сейчас флаг собью и, глядишь, что-нибудь получится. О, показал, показал. Блин, совершенно бездарно они пользуются техникой. Я, конечно, не понимаю, почему мы их до сих пор не можем подбить. КВ сейчас не попадет. Ну, ладно, хотя бы держимся. Держимся, держимся, держимся. Если починю вовремя СУ-100, будут неплохие шансы. Они про пехоту сейчас забыли. Пехота, пехота ноль. Как не уничтожим вообще, не понятно. Меня бы уже сто раз уничтожили. Все, отлично. Панзер готов. Черт, сейчас эта штука перекосит всех наших. Так, вот есть одна хорошая позиция для снайдера. Вот эта. Если ее занять, то вам, может, что-то получится. Вот, у нас. Так, пантера все еще на ходу. О, кстати, починил. Починил. Нормально, нормально. Не, не, нормас, нормас. Что-то, какие-то шансы да появляются потихонечку-то. Отлично, все. Сейчас-то я тебя и достану. Просто не дам с места съехать. Чините, чините. Она забаговала у меня, кстати, с ушкой. Нет, не то. Так, где мой огнеметчик? Да. А чем я вообще? Скорее всего, не нужен. Все, пишем, флаг подбили. Справа флаг. Так, а что если вот эту фигню попробовать? Нет, к сожалению, к сожалению. КВ начинает тупить. Очень сильно тупить. Зато наша оса легко и подбила вот эту штуку. Классно. Представляете, как бывает. КВ начинает тупить. Так, отлично. Сушка. Кожела. Да, воспользовался он противотанковой гранатой. И этот, куда выехал, вообще не понять. Так, тебе сейчас сюда. Приметчик, а тогда вот сюда. Ну, давайте, давайте. Снайпера. Подбили все-таки моего снайпера. Все, отлично. Сушка сейчас на ходу у меня опять. Поддержим огнем! Держать направление! Да, опять прямое попадание по пантере бесполезно. Заползай. Только не огнеметчик, умоляю. Все, отлично. Нет. Нет, нет, нет. Ну, поехали. Конечно, шансов у меня пробить пантерку в такой позе очень мало, но что делать. Так, попадание есть, даже пробитие, можно сказать. О, поехали, поехали. Какой-то бугорок опять я сломил. Нет, у нас, кстати, опять атака справа. Блин, ребят, сложновато мне сейчас, конечно, комментировать. Сейчас такой очень ответственный момент. Все, все. Пантера подбита, но не до конца. К сожалению, не до конца. Танчик ранен. Ранен мне ничто. Так, а вот сейчас, по-моему... Да, сейчас он подбит. Ну, давайте тогда. Надо же окончательно добить пантерку. Иначе успеха не видать. Да стоп, там еще эта оса есть. Да почему ты мажешь, я не понимаю. Отлично, он мне на трак поставил. Ну, хоть пантеру и в течение эту осу подбил. Сейчас бы еще перезарядиться и лупануть пантеру, чтобы без проблем. Давай, давай, добивай ее. Черт, ну а тут-то что? Ну, господи, ну отряд пехоты кучковой. Неужели нельзя подбить? Все, мой КВ-2, кстати, подбил вот эту штуку. У тебя сейчас вылечим. Да ну, я не верю. Я не верю, что он мог выжить в такой ситуации. Так, а у меня нету пехоты, да? О-о-о-о-о, да у них там опять куча всего. Да, да, помешало тебе лиц. Не, на моей, конечно, сушке конец, это однозначно. Да хрень тебе. Ну, давай, беги. Боже мой, боже мой, что тут творится? Давай, давай, родимый, попади. Да! И я не убил его! Представляете, я не убил! Да здравствует разум, да сгинет маразм. Давайте уничтожайте. Динамит кинул, да? Нет. Все, подбили. Увы, увы, ях. Ну, сушка здорово повоевала. Блин, мне бы убить вот этих ребят, они так мне задолбали. Ей-богу. Нет. Так, ладно, тогда вот что я сейчас сделаю. Я надеюсь, что у них нету больше панцерфаустов. Стоп-стоп-стоп, мне вот этот гад еще мешает. Нет, есть. Черт, не успел. Не надо было мне останавливаться. Тогда вот сейчас что сделаю. Возьму сейчас Т-60 и попробую расшинковать их. У них здесь куча пехоты, но у такого танка у больше ничего не осталось. У меня же есть еще КВ. И нет, опять-таки не получается. Т-70 врага, блин. Всю технику ему, как всегда, отдали. Давай, Т-шка, работай. Да, блин, не в того, не в того стреляем. Так, еще вон там, кто-то пустит, как ползает, я вижу. Да, снайпер, ветеран и пулеметчик, красота. Ага, фиг тебе. Так, что-то взяли, какой-то танк взяли. Значит, пора отваливать. Пусть чинец. Да, блин, не могу я попасть по этому Нибель-Виферу. Проклятому. Самое главное, это чтобы они не прорвались сейчас справа фланга. Все, у них очки закончились. У нас сейчас большое преимущество есть. Главное, добить всю вот эту вот шнягу. И Нибель-Вифер сейчас главное добить. Нет. Не могу, не получается. Так, тогда сейчас накоплю на краснодардейцев. Возьму их, потому что это даст мне большое преимущество. Так, снайпер. Или нет, или не снайпер. О, Мардор. Мардор, это хорошо. Как так? Как так? Господи, что? Блин, повсюду. Танки, не знаю даже, кого стрелять. И все равно мимо, все мимо летит. Все, они, кстати, взяли Нибель-Вифер. И это плохо. Это вообще беда. Это у нас краснодардейцы здесь бегают. Давайте, родимые. Ну, захватите точку, мне нечем. Мне надо танк подбить. О, кстати, это мой шанс подбить Нибель-Вифер. Главное попасть рядом. И опять нет. Ну, что происходит? О, у меня тут, кстати, спецназовцы. Это хорошо. Сейчас, значит, они отлично будут действовать на центре. Давайте, на центре идите. Давай-давай, попади, попади в этом. Да, да, супер-супер, обожаю вот это. Все отлично, минус проблема. Остался еще, еще одна такая же осталась проблема. Отлично, все, мы их даем, ребят. Им конец. Нет. Так, снайпер, да? Где-то у них остался снайпер. Хм, где-то интересно. Так, ну, рано или поздно мой КВ-то попадет в него все равно. Это вопрос времени. Кстати, тут, похоже, они какую-то пушку поставили. Опа, тигр едет. Так, значит, ты 60 назад. Кого сейчас, значит, начинает лупить по тигру. Самое главное, это попасть. Блин, вот когда я беру вот такие танки, почему-то противник сразу начинает попадать по мне. Как я, блин, начинаю стрелять из КВ-2, то все, все, это забейте. Это просто забейте. В жизни не попаду. Не, ну тигр не пробьет, конечно, нас. Главное держать его на дистанции. На траке нет. Да, на траке. Все. Подкатался. Ты, блин. Ай. Да, да, вообще, молодец. Молодец парниша среагировал. Много бед не принес тебе. Блин, мне бы Мардар уничтожить, я бы тогда бы Т-60 отправил своего. Ну-ка, живучая мразота, ты погляди. Ну ладно, тогда придется так. Ну нет, заметил, нет. Заметил. Да чтоб тебе я отвлекся на этот грузовик. Не, ребят, ну как так, я не понимаю. Как так, оно не попадает. Ну что за фигня, зато, кстати, в отряд Хольк что-то не попал. Блин, ну елки-палки, я такого идиотизма давно не видел. КВ, АУ, попади. Родимый, ты нужен. Опа. Опа, опа, опа. Да ну, да ну нафиг. Да как так? Все. До свидания. Едь назад. А вот тебе и привет называется. Тогда пригонюсь на 61К. Да, сработала самая неожиданная штука всех неожиданных штук. Все падение производительности. На самом деле это не падение производительности. А, или падение производительности. Просто иногда люди отключаются, ну так, знаете, через Ctrl-Alt-Delete и выходят. И вот когда они так делают, то пишется падение производительности. На самом деле они просто свалили. Вот у меня сейчас подозрение, что вот этот чувак он так и сделал. Вон она. Крыса тыловая. Почти. Почти. Я еще пуш какую-то видел. Надо добить просто. У них танк. У них там какие танки? Тут грузовики. Это не проблема. Там пушку я еще видел одну. Мардера нельзя оставлять в живых. Вот она, родимая. Стреляй, стреляй. Конечно, стреляй. Пушки вообще бесполезны, на самом деле, в этой игре. То есть, если они с первого раза не пробили, они скорее всего не пробьют с первого раза. То все. А, все, набили ее. Ну все, давайте теперь блицкрик от Сталинова устроим. Я могу еще и с устопочными. Так, тут еще моя пушка. Ну так, пусть она ставит ее. У-у-у, сколько тут ребят бежит. Все, давай, родимые стрелы. И все, их снайперы работают. Посмотрите. Да, снайперы, это такая вещь. Не получилось. Ну все, пусть стрелок оттуда выходит. Молодец. Починил танк. Садись лучше на него сверху. Ах, да! Там же осталась еще одна мразота, я которой хочу отомстить за все, что она сделала в этом бою. Ух ты, летит граната в заднюю. Не-не, не сегодня, не сегодня. А это кто выехал? Не сегодня. Еще и смерч. Да камни, проклятые камни. Зачем он смерть взял? Потому что правда думает, что смерть сможет побить тридцать четверку. Ну, убийство башни не помешает мне уничтожить твой танк, верно? Черт, а вот гусеница уже помешает. Давай, механик-водитель, ты герой сегодня. Нет, сегодня ты не будешь героем. Увы, увы, ях. Так, значит, сейчас моя К-61 будет защищать наш флаг. Главное, это по башне стрелять. Все. Вот и все. Я же ему повредил механизм, почему-то стрелять все еще. Блин, ну бесполезно на самом деле вот эта советская зенитка. Она правда бесполезная. Бофос гораздо лучше. Понятно. КВ. А все, у тебя нет боеприпасов. Так, ну и последний. Последний остался. Будет интересно, выходить не будет? У меня почему-то производительности нет. Нет, конечно, жарковатый бой. Жарковатый. Почти час шел. Бежит кто-то. Ну все. Тут уже все понятно. Да, командир. Делаем, товарищ командир. Выполняю. Мардер уничтожил кого-то. Так, ну давайте. Ладно. Последним там. А там еще? Пацаны. Это там. Ветерану. Снайперу. Эх, подползываем. Это не суть. Это, конечно, уже не суть. Давайте еще парочку танков солью. Мурзовик мой вообще даже не стал ехать. КВ-2. Ну, забаговал. О, кстати, КВ-шка. Побила смерть. Было так написано, я не знаю почему. Ну тогда сейчас еще на башке покатаемся. На башке. У меня потому что еще остались очки. Кстати, она умеет буксировать. Нет, она не умеет буксировать. А нет, умеет буксировать, да. Это не грузовичок взяли. Ну, и папа граната. Понятно, понятно. Ну, это, знаете, я, конечно, это так уже все. Понятное дело, что мы победили. Не знаю, сворачивайте или нет. Пока что, ладно, бой не завершится, я не свернусь. Не, ну, конечно, конечно, мощно. Здесь, кстати, какие-то действия были. Ну, конечно, самые основные действия были здесь. Здесь играл, кстати, мой друг. Ну, он не играл, я не знаю, больше года или не больше. Или, там, не знаю, месяца не играл. Ну, не играл, в общем, достаточно долго, поэтому его можно понять. Почему так не получалось защищаться. Поэтому, ничего страшного, конечно же. Ну, и куда-то. Бум, вот это красотища. Вот это я понимаю. Еще и будто и ружье там уничтожило какое-то. Пушка вот этого. Красотень, красотень. И мой кавешка, кстати, зарабатывает. Себе звездочки. Кстати, почему это у меня не показывается? Во, блин. Я всю игру играл без этого. Молодец какой. Давайте возьмем еще партизанов, чтобы они без моего приказа побегали. Можно еще все в бой. Ха, ну вот сейчас-то точно, конечно, развеселим их немножко. Пусть тогда башка чуть подальше прокатывается. Хотя нет, стоп. Пусть ее лучше ЗИС довезет. Все. Ну ладно, ребят. Тут уже бессмысленно продолжать. Бессмысленно. Поэтому. Выхожу. И смотрим на результаты. Да. Результаты, конечно, внушительные. Можете сказать, что у меня здесь было много ошибок. И да, я действительно соглашусь. У меня тут было много ошибок. У моих союзников было много ошибок. У соперника вообще была куча ошибок. Ну, как здесь без ошибок-то вообще, правда? Поэтому. Такие вот, ребята, дела. Такие вот результаты. Ну, поэтому. Если вам понравилось. Если вам понравилось, значит вам понравилось. Значит, это было видео интересно, да. Минуточка. Минуточка. Короче, ладно. Все, не в ту сторону меня понесло. С вами был Флес. И всем удачи.